Купили билеты до Мукачево. Билет стоит 33 гривны с человека. Ехать где-то в районе часа с небольшим. Все, поехали в Мукачево. Ну вот, друзья, прибыли мы в Мукачево, ехали минут 50. Ну все, идем в хостел. Точнее, какой хостел? Апартаменты. Итак, друзья, наши апартаменты. Пройдемте. Заходим. Вешалка, шкаф, кровать, диван, телик, стенка, стол, тумбочка. Дальше у нас кухня. Все необходимое имеется. Стол, уголок. А здесь у нас туалет и душ с стиральной машинкой. Ну вот, это в самом центре. Находится на площади мира. Заплатили мы за сутки 400 гривен. Весьма неплохо. И вот тут мы будем жить до завтрашнего утра. Итак, друзья, мы в Мукачево и зашли в этот ресторан «Богрыч». И я взял себе суп «Богрыч». Ну, как суп. Это такая угорская похлебка с мясом и картошкой. Так что вот. И вот такая вот подача со свечкой. Отсюда-сюда и отсюда-сюда. Пошла, родимая. В принципе, я мог с этой, с этого ведерко лакать. Ну, так как мы в ресторане, мы сделаем все как надо. Не обляпать собой. Ну, пока хорош. Такой вот гуляшик. Сейчас. Итак, друзья, с «Богрычем» я расправился благополучно. И теперь у меня вторая порция. Это гуцульская вечерня называется. Это свинина с бобами, тушеная вот с томатами. Так, Анася взяла себе овощи. Называется «Гивич». Это овощи на гриле. И «Закарпатский гостиниц». Тут у нее грибы, говядина и твердый сыр. Все это запечено в такой, как бы, яичнице непонятной. Ну, все, продолжаем. И да, у нас еще пиво местного производства. Вот именно этого ресторана. Они сами у себя варят пиво, светлое и темное. Пиво вообще огонь, зачет. Всем рекомендую. Ну вот, друзья, только что мы здесь вот отобедали, отужинали. Весьма себе очень крутой ресторанчик. Прям понравилось, понравилось. Ну и ценник такой достаточно демократический, на мой взгляд. Ну, по нашим ценам. Так что всем советую и рекомендую. Мукачево является городом в основном значении, районным центром. По количеству населения занимает второе место в области, после ее административного центра Ужгорода. Город расположен в центральной части Закарпатской области Украины, на расстоянии 42 километров от Ужгорода, на стыке отрогов вулканических Карпат и Закарпатской неизменности, на берегах реки Латарица. Основная часть города расположена на левом берегу. Славянские поселения на территории Мукачева существовали в VI-IX веках. Однако первое письменное упоминание Мукачева, представляющего собой военное укрепление восточнославянского племени белых хорватов, относится к 896 году в хронике деяний венгров. Город имел выгодное географическое положение, поскольку находился на пересечении торговых путей. Современный город Мукачева – опрятный, тихий, уютный городок. В центре расположена пешеходная зона – площадь Кирилла и Мефодия с городской ратушей. Городская ратуша была построена в 1904 году. Над площадью также возвышается кафедральный костел Святого Мартина, покровителя города. Именно Святой Мартин изображен на гербе города. На самой площади установлен памятник первоапостольным Кириллу и Мефодию, создателям кириллицы. Также на центральной площади Кирилла и Мефодия расположен дворец князей Ракоцы, и жители Мукачева называют его Белый дом. Кстати, уроженцем города Мукачева является лидер и вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Фокорчук. Ну вот, друзья, мы выписались из нашей квартиры. Так, пару слов про квартиру. Из плюсов – она находится в центре города, она стоит 400 гривен. Это квартира, и она не прокурена. А из минусов – ну, даже не минусов, а недочетов. То, что там все старое. Старое такое, мебель, двери, окна. Ну, такая вот старенькая квартирка, бабушкин вариант, можно сказать. Итак, все, мы выехали из нее. Вещи сдали у автовокзала в гипермаркете, в камеру хранения. А сейчас будем вырубать билеты, как доехать до замка. До замка идет автобус номер 3 и стоит там 5 гривен. И билеты продаются не на автобусе у водителя и каталера, а продаются в пилоске на остановке. Доехали до замка, и теперь у нас снова в горку. Нужно подниматься до него, вон он там наверху. Ну, вот мы и поднялись в замку Мукачевскому. Подъем такой, ну, нормальный, короче. Поднимитесь, справитесь. Ну, все, идем в замок теперь смотреть, как там, чего. Мукачевский замок Паланок был построен для охраны торговых и военных путей. Он сыграл важную роль в становлении Мукачева, и с которым связывают происхождение названия города, поскольку он строился в тяжелых муках местного населения. Другая легенда гласит, что на реке Лотарица была мельница, где мололи зерно на муку, поэтому название города происходит от слова «мука». Летописи не сохранили точной даты основания замка Паланок. Единственное, что могу сказать ученые мужи, в XI веке крепость уже существовала. Откуда взялось такое название Паланок? Паланок – это дубовый частокол, в котором внесен ров, ограждающий замковую гору. От этого частокола и произошло название замка. Замок расположен на горе вулканического происхождения, высотой 68 метров. В замке Паланок с 11 декабря 1805 года по 6 марта 1806 года находилась венгерская корона, цветовая Иштвана, которую здесь укрывали от Наполеона. Паланок с 11 декабря Паланок с 11 декабря Я поднимусь в Карпатт, полонину ватру класти, песню заграти, песню заспевати, Айриго-рего, сарго-рего, 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 езер jó! Айриго-рего, сарго-рего, сарго-рего, езер jó! Айриго-рего, сарго-рего, сарго-рего, итак друзья погуляли мы по замку замок огонь прям огонь огонь самое крутое из всех что мы были в Ужгороде в Невицкий это самый крутой послушали много экскурсий вписались так сказать на русском языке естественно и всем советуем здесь реально круто так что не жалейте 40 гривен приходите смотрите здесь реально круто но друзья мы покидаем Мукачев были здесь один день было очень круто такой небольшой маленький городок напоминает мне польский почему-то не знаю посетили замок замок огонь всем советую ну и все больше одного дня здесь делать нечего и мы уезжаем в Хуст билет до Хуст стоит 53 гривны все погнали в Хуст а 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 Субтитры создавал DimaTorzok